В следующем столбике мы видим величину в абсолютном значении к величину изменений. В частности, когда речь идет о 5 кластерах, при переходе к 4 кластерам изменение составляет 583. От 6 к 5 кластерам составляло 341, а уже от 3 кластеров к 2 кластерам изменение составляет 1456. Поэтому очевидно, что с точки зрения абсолютного значения изменения, остановиться надо где-то здесь. Следующим по важности является последний столбик, который показывает нам, насколько разнесены центры кластеров. Ну, точнее, не центры кластеров, а насколько различаются кластеры между собой, насколько они контрастны. Поскольку от центра кластеров говорить в случае с кластерами по категориальным шкалам не всегда корректно. Для ранговых еще куда не шло, для номинальных вообще некорректно. Ну, хотя мода может являться таковой. В любом случае здесь идет речь именно о контрастности кластеров с точки зрения Distance Measure. То есть с точки зрения меры расстояния. Мы видим, что для 5-кластерного решения кластеры более контрастные, чем для соседних моделей. Для 4-кластерного решения и для 6-кластерного решения. Именно в сочетании этих оснований дает машине право говорить о том, что оптимальным является 5-кластерное решение. Но прежде чем перейти к 5-кластерному решению, давайте посмотрим на оптимальное решение с точки зрения самого критерия Байеса. Байесовского критерия, точнее критерия Шварца. С точки зрения критерия Шварца мы видим, что большинство профилей уникальным образом соответствуют кластеру. И только 2-кластера, 4-й и 7-й, содержат в себе набор профилей. Причем достаточно разнородный набор профилей. Мы видим, что здесь присутствуют люди, которых и устраивает жизнь абсолютно, и в средней степени устраивает жизнь. А по 2-й переменной кластеризующей еще больше разнородный набор профилей.